привет братцы рыбаки наверняка все сталкивались с такой ситуации когда выбираешься на рыбалку вроде погода хорошая сидишь целый день и ничего не клюет чтобы избежать таких ситуаций делал я себе вот такой вот самодельный барометр на самом деле все делается очень просто вот основной это вот всего лишь бутылочка какая-нибудь емкость или стеклянную трубочку остальное то что здесь вы видите это просто рекорд это вот практически есть есть барометр то есть здесь получается емкость 100 миллилитров просверлил пробки отверстия вставил в него кусок ручки прозрачный залил воду с марганцовкой кипяченую обязательно и это все дело загерметизировал как вы видите сейчас давление идет на понижение внутри трубочки у нас воды чуть чуть больше чем основной а дальше вдруг столяр ты сделал мне вот такую вот коробушечку вот это вот я взял кусок от бамбуковой трубочки здесь сделал распил ставил кусок от пластиковой бутылки закрепил болтиком а это вот антенка от поплавка перышко что есть вот так вот шкала моя ходит это для того чтобы можно было следить за давлением дальше я взял две шпажки от шашлыков термометр это просто как декор также он выполняет функцию ручки так вот это все вставляется здесь такими пимпочками закрывается шкала двигается с ее помощью очень удобно следить за изменением давления сейчас более подробно объясню на картинках открыл яндекс погоду сейчас сравню что творится на улице время 1232 дня все совпадает как и написано переменная облачность теперь посмотрим на барометр жидкость в трубочке чуть чуть выше основного уровня но нам показывать переменную облачность давление унижается значит барометр работает правильно ну а теперь непосредственно к самим пояснением что тут да почему самое важное что нужно запомнить это если высокое давление то активизируется хищник если низкая то активизируется мирная рыба используя это правило вы всегда сможете определить на какую рыбу вам сегодня стоит ехать рыбачьи стабильный хороший клев наблюдается в периоды когда давление долго больше нескольких дней не меняется при этом оно может быть высоким средним или низким это не так важно но все же периоды стабильного высокого давления лучше периодов низкого периоды когда столбик барометра медленно ползет вверх или наоборот опускается также благоприятны для рыбалки хуже всего подходят для выезда на водоема периоды с резкими скачками давления когда она раз за разом поднимается и опускается такое время рыба обычную перестает кормиться или снижать свою активность до минимума перед резким падением атмосферного давления рыба зачастую начинает активно кормиться это самый благоприятный период для выезда на рыбалку надеюсь что кому-то эта информация стала полезной кому понравилось это видео ставьте лайки кому не понравилось ставьте дизлайки подписывайтесь на мой канал не забудьте поставить колокольчик чтобы не пропустить новых видео всем спасибо за просмотр до новых встреч всем пока